Всем привет! Мы с вами играем в Sims 4 и это династия Стекелинбург. У нас утро, по симскому времени уже 5 часов утра, наши симы просыпаются, Андрей уже проснулся и сейчас проснутся наши ребятишки. У Андрея полностью заполнена шкала возраста, но тем не менее он у нас не умер в прошлой серии, что меня очень удивило, но также обрадовало. Вот он у нас остался жив и я не знаю теперь, когда он умрет, поэтому мы не будем ждать этого момента печального. Пусть будет все как идет, пусть все наши симы занимаются своими делами. Поэтому сейчас наши ребятишки проснутся, Лорочка с Марком, Маркуша сходит в туалет и мы отправимся на пробежку. Да, Лорик, я знаю, ты хочешь кушать, но тебе нужно побегать, потому что мы будем держать себя в форме. Ты же у нас спортсменка, Лора, кстати, вот заметно похудела, с каждой серией становится все лучше и лучше. Но я думаю, больше худеть ей не стоит, пусть просто поддерживает свою форму. Марк сейчас, да, сходит в туалет и пойдет позанимается тоже бегом, потому что ему нужно убирать свой животик до конца. Он, да, он такой у нас грустный. Я знаю, ты и кушать хочешь, но все-таки побегай, чтобы быть в форме. Кони у нас спит. Кони была на работе до двух часов ночи, поэтому, соответственно, у нее бодрость еще не поднялась до конца и нужно еще очень многие потребности нам поднимать, поэтому пусть отсыпается наша девочка. Андрюша у нас вот докушал молодец и пусть идет, пусть идет, наверное, создает ванную. Да, мы на ваннах хорошо зарабатывали, поэтому оставь ты тарелочку в покое. Вот один Андрей молодец, он не чистюля, он взял и оставил тарелочку в покое и делай, что хочешь. Отдаваю на набаку, а Кони с Лорочкой наши чистюли так и норовят все помыть. Да, обратите внимание, Кони выглядит намного лучше. У Кони, говорю, Лорочка выглядит намного лучше и, в принципе, эти нагрузки физические пошли нам на пользу. Так, где Маркуша? А Маркуша вот бежит, тоже бегают они, занимаются спортом. Андрей создает ванну. И вот мне, кстати, посоветовали, чтобы наши Симы не носили тарелочки в мойку, просто мойку убрать. Я продавать ее не буду, а помещу в багаж. И тогда им некуда будет идти мыть посуду. Спасибо, Света. Теперь мы тоже будем скармливать все тарелочки на набаку. Хотя остаются еще мойки у нас в ванной, две ванны. Но я надеюсь, что туда они не будут их носить, чтобы помыть. Хотя, кто его знает. Может быть, туда будут наши чистюли носить. У нас дома две чистюли, Лорочка с Конней и два безумца. Взять еду. Да, Лорик, ты будешь кушать салатики. И Марк тоже будет. Иди тоже кушай салат. Пусть они кушают салаты, потому что это здоровая пища. И я надеюсь, что она поможет им сохранить их фигуру в хорошем состоянии. Вот выскочило сообщение, что ребятишкам скоро в школу. Они сейчас отправятся в школу, а Андрей с Конней смогут провести время вдвоем. Кстати, давайте Коню уже разборим. Я думаю, она более-менее выспалась. Пусть идет, да, сходит в туалет и примет ванну. Примет пенную ванну, потому что она очень напряжена. После рабочего такого вечера она у нас по вечерам работает. Андрюша пенсию получил. И ребятки отправятся в школу. Да, они отправляются сейчас в школу. И мы тогда, Андрей с Конней, могут заняться собой. Я бы хотела, чтобы они повыполняли какие-нибудь романтические действия. Потому что времени остается не так уж и много. А нужно нам заниматься еще и не только тем, что создавать ванны. Кстати, вот ванна у нас есть. Давайте ее продадим. Хорошего качества наша ванна. То есть где пропал Андрей? Ну где же мог пропасть наш гений? Он взял и пошел за микроскоп. Иди давай дальше тогда. Создавай ванну. Будешь делать ванну. А Конне, мы сейчас, она докупается. Мы отправим ее что-нибудь приготовить. Потому что у нас в холодильнике один салат. А нам нужно что-нибудь посущественнее. Потому что Конне у нас жареная теляпье. Давайте ее сделаем. Потому что Конне у нас далеко не на диете. Она наоборот ест тортики. И все такое посытнее, чтобы поправиться. Но поправляться у нее как-то совсем не получается. После того, как она выпила зелье стройности, вес совсем к ней не идет. Так, ребяткам уже в школу пора. Ой, Лорочка, молодец, взяла. Я ставила тарелочку. Отдадим ее на набаку. Сорок сим миллиончиков он нам даст. И Маркуша тоже сейчас докушает и отправится в школу. Наши ребята троечники. Ну, меня это, собственно, не особо беспокоит. Я смотрю, что социальные работники не особо переживают об успеваемости учеников. Тем более подростков. Поэтому пусть учатся, как учатся. А мы будем повышать навыки. Так, Маркуша, давай доедай и иди в школу. Кстати, вот этот вот стол. Видите, когда я навожу курсор на стул или стол, то большое окно, в котором описывается информация об этом столе или стуле. Мне это, честно говоря, уже стало надоедать. Поэтому я уберу этот стол в багаж. Жалко его продавать, потому что все-таки Андрей его создал. И куплю такой же или похожий стол. Со стульями. Ну, не будет этих сообщений. А этот стол пусть у нас будет как реликвия. От дедушки. О папе Андрея. А впоследствии, наверное, и о дедушке. Вот теперь хотя бы нет вот этого информационного окошка. Так, ребятки, пошли в школу. Кони у нас докупалась. Мне нравится очень ее новый внешний вид. Она стала заметно взрослее. Была совсем у нас как девочка. Она у нас уже дама в возрасте. И муж у нее, конечно, уже тоже в возрасте почетном, скажем так. Так, сейчас наш Андрюша доделает ванну и пойдет улучшит холодильник. Мы не закончили улучшение холодильника. Да, ванну он у нас создал. Давайте ее продадим. Ванна у нас великолепного качества и стоит аж полторы тысячи. Андрею у нас прям, ну, жалко будет терять, конечно, такого Сима, потому что весь доход, конечно, это был от его столярничества. Кони очень мало зарабатывает. Я даже не помню, надо посмотреть, сколько у нее зарплата. Она 131 Сима Леон в час получает. Это не так уж и много. И вот видите, она ломает часто всякие приборы. А Андрею потом приходится их чинить. Тарелочку в холодильник. Кстати, да, мы можем поставить тарелку в холодильник, несмотря на то, что Андрей там что-то ремонтирует. Так, Кони сейчас покушает. У нее очень низкий досуг. Я думаю, досуг мы поднимем именно общением с Андреем. Таким романтическим общением. То есть мы убьем двух зайцев. Поднимем досуг и, ну, пообщаемся с нашим Андрюшей, конечно же. Времени у наших Симов не так уж и много, поэтому пусть отведенное время. Которое осталось у Андрея, они проведут с пользой и проведут его вместе. Смотрите, как она смотрит на него. Хорошо, наверное, иметь мужа, который вот все чинит, ремонтирует. А ты сидишь себе, ломаешь все и кушаешь тихонечко. Так, Андрюша, Андрюша решил... Вот, они сами решили пококетничать. Даже я им не давала никаких заданий. То есть они поняли ход моих мыслей. Или я поняла ход их мыслей. В общем, мы друг друга поняли. Поэтому пусть давайте они пообщаются. Какие-нибудь романтические действия поделают. Держаться за руки. И множество других действий, чтобы поднять отношения романтические. И провести время вместе. Ребенка, конечно же, третьего планировать я не буду. Потому что старшие наши и так уже большие. Малыша нам сейчас совсем не надо. Тем более им уже, собственно, время думать не о детях, а о внуках. Да, именно о внуках. Потому что когда Марк с Лорочкой подрастут, они женятся. Заведут своих детишек. К сожалению, Андрей этого не увидит. А вот у Конни есть большие все шансы это все лицезреть. Потому что ей до взросления еще... Ой, это я на Андрееву была случайно. Ее до взросления еще 18 дней. Поэтому она может еще, конечно же, и воспитать своих внуков. Так, Конни, давай быстрее докушевать. И идите с Андреем. Да, у них уже пропало действие в уху. Давайте. Ага, у нас наша... Конни почему-то она в напряжении. Веселье. Ей хочется веселиться. Вот пусть она потанцует тогда. Пусть танцует вместе с Андреем. Может быть, поднимется у них веселье. И тогда мы продолжим наши романтические отношения. Конни, я надеюсь, ты не собираешься мыть тарелку. Она как раз-таки собиралась ее помыть. Да, не хочет она кормить нано-бак. Жалко ей, наверное, тарелочку для нано-бака. Хочет вот частюля все из помыть. Так, Конни, ты хотела веселиться? Так, мудлет, напряжение, хочется, развлечения. Я так понимаю, сейчас у нас пропадет. И мы можем продолжить кокетничать с нашим Андреем. Низкий уровень веселья. Да, она поднимает веселье. Это, наверное, этот мудлет пропадет, когда наш досуг поднимется. Этого ждать очень долго. Поэтому давайте пусть они пообщаются лучше. Как-нибудь романтически послать ваш душный поцелуй. Да, заодно еще пофлиртуют. И пусть сделают в уху. Потому что от в уху досуг поднимается очень быстро. Можно сказать, моментально. По сравнению с танцами и другими всякими телевизорами и другими предметами. И способами, которые повышают досуг. Я немного этот момент промотаю. Так, хватит уже. Наплясались. Идите. Идите уже в спальню. Все меня тянет нажать случайно. Зачать ребенка. Ну, нет. Конечно же, третьего ребенка мы создавать не будем. Создавать. Так. Андрюша, ну что ты будешь делать? Вот стоит себе и танцует. Вы извините. Ого, что это за действие такое? Мне даже интересно, как это он будет извиняться. И за что? За то, что он танцевал много. Не знаю. Наши ребятишки, кстати, скоро придут со школы. И когда они придут, я думаю, что наша Кони с Андрюшей продолжит свое общение. Но где-нибудь в другом месте. Отправиться куда-нибудь в парк или в музей. Да. В общем, сегодня пусть они проведут целый день вместе. А ребятки побудут дома. Кстати, вот они придут со школы уже через два часа. Кони, в принципе, может продолжать спать. Вот. Андрюша, да, наш безумец, пусть сходит в туалет. И продолжает... А, нет, пусть он починит вот эту вот плиту. Потому что она у нас поломалась. И так ее никто не починил. Кони у нас сегодня работает. Да, до работы еще 7 часов. Пусть она хорошенько выспится. И когда ребятишки придут со школы, то мы отправим Кони с Андреем дальше развлекаться. Пусть они сходят куда-нибудь, побудут вместе. Так, Андрей, разбери на детали. Нам детали тоже не помешают. Ой, у него кокетливое настроение. Он может приготовить печенье-кокетка. Ну что, готовить или не готовить? Ладно, нафиг это кокетку. Пусть он идет лучше делать ванны. От кокетки толку мало. А вот ванна нам может попасться... Точнее, он может создать ванну великолепного качества. И мы получим аж полторы тысячи симолеончиков. Скоро вернутся наши детишки со школы. И вот у него опять мудлет от хорошего унитаза. С беде не в беде. Который дает счастье. Вот сходил в туалет и сразу стал счастливее. Замечательный такой унитаз. Но это не потому, что унитаз дорогой. А потому, что Андрей его улучшил. И добавил ему беде. У нас и так унитазы все хорошие. А еще с улучшениями Андрея. Они теперь у нас просто великолепные. Так, Кони у нас спит. Давайте пусть она просыпается. Потому, что сейчас наши ребятишки проснутся. И пусть они с Андрюшей идут куда-нибудь развлекутся. Отправиться куда-нибудь погулять, скажем так. Так, Андрей, заканчивай свою ванну. И давайте отправиться с... Выберем действие. Да, вот пришло сообщение, что наши ребята вернулись со школы. А наши родители как раз уходят. Я отправила наших симов Кони и Андрея в музей. Пусть они тут и время вместе проведут. И посмотрят на всякие экспонаты. И у меня есть такая задумка, что мы сейчас... Вот, кстати, смотрите, прям толпа в музей набежала. Наверное, экскурсия намечается. Тут никого не было. И тут все понабегали. Какая дамочка необъятных размеров. Да, и у меня такая мысль, что мы сейчас оставим. Наши Кони с Андреем. Не будем им мешать. И я попробую сменить контроль на, вот, к примеру, Лору. И мы попадем в наш дом. Я так думаю. Да, мы попали домой. И Кони с Андреем прекрасно остались в музее. Лорочка вот тут у нас что-то с телефоном стоит. А где же Марк? Марк у нас почему-то написано, что он в школе. Но тем не менее, вот он сидит и что-то кушает. Зачем я это сделала? Я хочу, чтобы наши ребята провели время вместе. Не только вдвоем, но еще устроили вечеринку такую. Да, родители ушли. Ой, у нас счета пришли. Давайте запланировать общественные мероприятия. А Лорик пусть счета платит. Крутой день в школе у нее сегодня был. У нее даже мудлет такой. Родители за порог пошли заниматься своими делами. А я хотела бы провести вечеринку, чтобы они пригласили подростков. Вот тайная костюмированная вечеринка. Давайте выберем организаторов. Марка и Лорочку, конечно же. Наши двое ребятишек решили поразвлечься. И позовем всех подростков. Сэнди, Вэнди, Дженну и Стива. Да, это все подростки, которых мы знаем. Ой, просто вообще Конни и Андрея мы приглашать точно не будем. Давайте возьмем Юлию Баранову. Она, в принципе, готовит неплохо. И какого-нибудь бармена наймем. Да, мы поставим барную стойку. И, в общем, пусть наши ребята развлекутся. И нужно нам купить, конечно же, барную стойку, потому что у нас ее нет. Барная стойка. Какую-нибудь не очень дорогую. Давайте вот это, в принципе, подойдет. Поставим ее здесь. Да, и это костюмированная вечеринка. И я надеюсь, что они сейчас приоденутся в какие-нибудь костюмчики. Ой, так, Маркуша... Ой, Маркуша у нас оделся в костюм хот-дога. Хот-дог и ест что-то еще. Наш хот-дог хочет кушать. Несколько подсказок. Для успешного мероприятия нужен бар. Так, ну я думаю, это как раз и есть бар. Ой, и Лорик оделась. Ну, наши брат-сестрички решили одеть одинаковые костюмы. И мы ждем гостей. Да, наши ребята решили развлечься. Пусть они у нас потанцуют. Давайте... Ой, теперь мне их различать не могу. У них одинаковые иконки. И кто Андрей, кто Лора, не сразу и поймешь. Да, пусть наши хот-доги потанцуют. И мы ждем гостей. Вот пришел клоун. Это у нас Стив. Да, сразу, ребят, конечно же, не узнаешь. Пусть он тоже с нами потанцует. Пригласить Стив танцевать. Да, пусть они все поразвлекаются. И кто же еще? Кто это? Это Сэнди. Сэнди, давайте, тоже пусть она с нами попляшет. Вот подошел, кстати, бармен. Уже делает какие-то напитки. Это кто? Это Надежда Обчинникова. Да, пусть она нам... И тоже вот Джена пришла в костюме хот-дога. Кстати, кого-то нет. Кого-то нет. Это Вэнди нет. Точно. Вэнди почему-то решила нас не посещать. Очень странно. Она подружка Марка. Интересно, это что, наверное, в Sims 4 всего лишь два вида костюмов? Потому что вот они одеты как хот-доги и клоуны. Больше, наверное, других костюмов нет. В общем, я подумала, что наши ребята уже взрослые. Они вполне могут сами развлечься. И родители здесь совсем не к месту. Поэтому видите, как они развлекаются. А Джена там на заднем плане. Что-то кушает. Да, в этих костюмах они, конечно же, неузнаваемы. И их очень сложно сразу ориентироваться, кто есть кто. Ой, нам тут тортик испекли. Кстати, какие у нас задания? Основная цель поговорить с гостями о костюмах. Пусть персонажи болтают. Так, основная цель говорить о костюмах. Так, кто есть кто? Это у нас Лорочка. И пусть наша Лорочка тогда похвастается нарядом. Вот расскажет, какие у нее замечательные костюмы, у нее замечательный хот-дог. Я думаю, что, наверное, что поговорить о костюмах, это, наверное, хвалить костюм и хвастаться своим костюмом. Но это мне так кажется. Может быть, совсем не так. А Марк может вот с Эндерс тоже похвастаться ей нарядом и похвалить ее костюм. Что она, в отличие от своей сестры, одевается получше. Даже нормально пришла, давайте похвалим костюм, на костюмированную вечеринку в костюме клоуна. Да, ее сестра вечно ходит в купальнике. А на костюмированную вечеринку... Ой, я хотела сказать, что она не пришла, а она взяла и пришла. Ну, ничего себе, это что, ее костюм такой? Давайте ее пригласим. Хотя, наверное, она может сама войти, если она пришла. Ее же приглашали, мы ее приглашали, кстати. Но она почему-то не заходит. Странная девочка, конечно, такая. Давайте, пусть она потанцует тогда с нами. И она, по-моему, решила уйти. Вот, машет рукой, что ее не пускают. Дорогуша, ты пришла на костюмированную вечеринку. Где твой костюм? И она еще недовольна, что ее не пускают. Так, основная цель поговорить о костюмах. Я думаю, что мы выполним основную цель, и этого будет достаточно. Поэтому давайте, вот, уже почти половина вечеринки прошло. Пусть хвастаются нарядами. Вот, Лорик, хорош тебе танцевать. Иди вот расскажи, какой у тебя наряд замечательный. Дружелюбные действия. Хвалить костюм. И хвастаться нарядом. Ой, что там? Это у нас... Кто это у нас такой стоит? Конни? Ой, боже мой. Конни пришла. Она в костюме. Я не знаю, это костюм горничной, что ли, или... В общем, Конни решила присоединиться к нашей вечеринке, как ни в чем не бывало. Конни, давай пригласи ты Венди тогда войти. Если есть еще такое действие, вот, приветствую дружески эту странную девочку, которая на костюмированную вечеринку пришла в костюме... В костюме себя, в костюме в купальном таком. Очень странно, конечно. Так, и нужно все-таки выполнять наше задание и хвалить костюмы других персонажей и говорить о своем костюме. Вот мы уже три раза это сделали, а прошло половина вечеринки. Маркуша, ты тоже этим занимаешься? Да, и Лорочка вот у нас танцует. Давайте пусть тоже хвалит эти костюмы. Ой, и другие варианты. Вот, хвастать нарядом как-то тяжело все-таки на этих вечеринках, вот эти вот задания. Иногда хочется расслабиться и потанцевать, чтобы симы чем-то себя развлекли, а тут нужно выполнять какие-то действия. Конни, что ты там делаешь? Вот, и Андрюша у нас пришел, и у Андрюша у нас в костюме, не знаю кого, наверное, в костюме какого-то тоже бармена. Может быть, он может похвастаться костюмом этой Венди. А, это Конни у нас. Ну, давайте Конни пусть хвастается нарядом своим. И мы вот Андрею тоже дадим эти действия. Может быть, быстрее получится выполнить задание. Да, другие варианты, дружелюбные действия. И вот что, где эти костюмы, они так далеко все запрятаны. Уже их нету. Странно. Другие варианты, дружелюбные действия. Видимо, Андрей не может, а нет, может хвалить костюм, он у него просто был немножко ниже. Да, видимо, мы не сможем выполнить это задание. Ладно, бог с ним. Давайте уже тогда хотя бы поразвлекаемся. Кстати, вот смотрите, какие коктейли сделал бармен. Да, вот такие с лимончиком, красненькие. Пусть тогда наши симы лучше погуляют на полную катушку. Тут уже совсем немножко осталось. Я так понимаю, что задание мы не выполним, но хотя бы мы повеселимся. Лорик у нас танцует. Давайте Маркуша тоже пусть потанцует. И родители тоже станцуют какой-то танец. Ага, Кони у нас пошла на работу. Ладно, пусть она идет работать, не будем ей мешать. И зато может наш папа потанцевать. Андрюша какой-нибудь танец. И все это очень странно, потому что, конечно, я хотела, чтобы родители были где-то в музее подальше. А детишки сами развлеклись. Но вот получилось, видите, как. Непонятно как. Задание мы не выполнили. Но хотя бы мы посмотрели на то, какие костюмы бывают у симов. И я так поняла, что их два вида. Это вот хот-доги, клоуны и еще вот какой-то вид непонятный. Наверное, вид официанта или что-то из этой области. Так, скоро вечеринка уже подойдет к концу. Давайте выпьем что-нибудь. Вот у нас коктейли есть. Давайте выпить напиток. Пусть все выпьют по напитку. Андрюша спать пошел. Ну, правильно, он пошел спать. А молодежь пусть развлекается. Нечего мешать детишкам. Коня тоже поняла, что дети у нас молодые и хотят развлечений. И пошла на работу. Тоже не стала им мешать. Это у нас Джена, по-моему. Костюмов теперь никого не развлечаю. Так, это Марк. Это у нас Лорочка. А это... А, это Джена, да. А это у нас Сэнди. А Вэнди, по-моему, в своем купальничке так и решила нас не посещать. Да, я ее нигде не вижу. Она, видимо, решила, что мы недостойны ее внимания и ушла. Да, странная девочка, но она мне не дает покоя. Я думаю, Марк, он так как он с ней дружит. Марк у нас... А, Марк хочет туалет. Давайте его отправим. Пусть сходит в туалет, иначе может произойти конфуз. Бросайте свой напиточек, да. И иди быстрее в туалет, пока не произошла какая-нибудь неприятность. Мне это Вэнди не дает покоя. Я думаю, что Марк мог бы как-то с ней потесней пообщаться. И, ну, в конце концов, выяснить у нее, почему она себя ведет так странно. Ходит в купальнике даже на костюмированную вечеринку. Хотя Вэнди это та, которая с хорошим характером. А вот эта Сэнди, ее сестра, наоборот, имеет плохой характер. Но, тем не менее, видите, как в игре ведет себя более правильно. И хотя бы одела костюм на вечеринку и не ходит в купальнике. Так, вечеринка наша почти закончилась. Наш хот-дог Марк домыл руки. Поставка сыра с дужком. Опять у нас это окошко вылезло. Мы его опять подадим. И, похоже, этот сыр популярен. Ну, в общем, опять мы сделали все правильно. И все очень просто. Так, Маркуша поломал. Доломал он эту ванну. И я хочу, чтобы он пригласил Вэнди. Может быть... Да, давайте ее пригласим на свой участок. Может быть, она к нам еще придет. И мы можем с ней поговорить и спросить, почему она себя так ведет. Может быть, она ему наедине расскажет. Да, мероприятие у нас прошло неудачно. Но я думаю, это не последняя наша костюмированная вечеринка. И у нас еще будет много вечеринок. Вот, гости уже, видимо, расходятся все. Лорику нужно сходить в туалет. Да, вот пусть она сходит. Маркушу я дала задание позвонить Вэнди. Я не знаю, позвонил он или нет. Пригласил. Точнее, согласилась она. И если согласилась, то пусть придет и немножко поговорит с ним. И объяснится, что она пришла такая без костюма. И совсем, собственно, не посетила нашу вечеринку. Джена у нас осталась. Ей, наверное, понравилось. Хотя вечеринка закончилась. Но она, по-моему, не торопится уходить. Маркуша, так, Лорик, я же хотела, чтобы ты пока не произошел конфуз. Ой, это у нас Юлия Баранова там чем-то занималась. Видимо, на тренажере она занималась. Иди-ка ты в туалет сходи и, наверное, искупайся, что ли. Прими душ, чтобы это долго, много времени не заняло. И они, ой, девочки, пошли в обе в туалет. А, это, боже мой, это Марк. Ёлки-палки, теперь будет смущение. Да, у него смущение. Но, тем не менее, возбуждение перебивает этот мудлет. И, в принципе, он себя чувствует неплохо. Так, я так понимаю, что Венди к нам в гости не придет. Ну, да ладно. Мы не особо расстроимся. Поэтому Маркуше сейчас уже у нас 11 часов вечера. Ему уже пора баиньки. Вот у нас сейчас он хочет спрятаться от всех. Пусть он спрячется тогда, чтобы смущение у него прошло. А наша Лурочка в плохом настроении. Пусть тогда идет, вот, скушает тортик. Давайте пусть возьмет кусочек. И потом только отправится купаться и спать. Маркуш, ты там спрятался? Да, он вот так вот спрятался. А, должно, наверное, пройти время, пока вот это действие закончится. Оно, кстати, вот быстро уже почти закончилось. И, видимо, пройдет у него, мудлец, смущение. Или не пройдет. Нет, не помогло. Позвонить кому-то по телефону. Вот давайте пусть он Дженни этой своей позвонит, подружке. Точнее, Венди. Все, я их имена путаю. Пусть он Венди позвонит и потом уже ложится спать. Кстати, у него уже счастье. А Венди говорит, вы что, я сплю. До свидания. Нечего мне звонить. Такая вообще девочка. Кстати, рано она еще спит. Еще полночи нет. Очень странно. Я знаю, что в Sims 3 и в Sims 4, в Sims 2 такого не было. И что до 12 ночи можно было нормально звонить персонажам. И приглашать их даже в гости. Но Венди, видимо, девочка очень странная. Ходит в купальнике и спать ложится крайне рано. Я буду уже заканчивать серию. Она получилась длинной. Лорик пытается в туалете помыть посуду. Но ничего у тебя не выйдет. Иди купайся и ложись спать. Я буду заканчивать серию. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Почему-то я не могу этот бутерброд в хот-дог положить в холодильник. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о семье Стыкиленбург. Какие прикольные стаканчики. Всем спасибо и пока.